Сферы образования и культуры, похоже, смогли адаптироваться к нынешней эпидемиологической ситуации. Это доказывает и очередное творческое мероприятие, которое проводится в онлайн-формате. Фестиваль-конкурс созвучия мирного атома объединяет юных музыкантов-исполнителей из городов присутствия атомных станций России, Венгрии и Республики Беларусь. Впервые мероприятие прошло в прошлом году, и тогда было решено сделать его регулярным. В 2020-м мероприятие посвящено 75-летию атомной отрасли. В Десногорске муниципальный этап прошел в детской музыкальной школе имени Глинки. Участниками стали юные музыканты, исполнители возрасте от 10 до 14 лет. Из восьми возможных номинаций предпочтение было отдано четырем. Фортепиано, народный инструмент, инструментальный ансамбль, струнно-смычковые инструменты. Из-за пандемии мероприятие проходит в заочной форме. Конкурсанты выступают практически в пустом зале. И зрителей, только преподаватели и видеооператор. Мне было, конечно, играть легче, потому что иногда на зрителей отвлекаешься, потому что в зале бывают родные, друзья, и хочется, чтобы все было безупречно. Но большие перерывы в творческой деятельности, они, как показала практика, не приносят хороших результатов. Поэтому мы за любые мероприятия, в которых требуется поддержание себя в тонусе исполнительства. Видеоматериалы с выступлениями пяти конкурсантов будут отправлены в Оргкомитет конкурса. А дальше по решению жюри следующий этап – гала-концерт в рамках форума фестиваля «Созвездие городов АЭС». Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.